В прошлой серии бедной Насты. Беда надвигается. Откуда не ведаю. Я поклялся. На могиле отца. Что убийца ответит за всё. Да пойми ты, что ответит вся наша семья. Твоя месть ударит прежде всего по Соне и по Лизе. Приятно наблюдать семейную гармонию. Даже не верится, что Мария Алексеевна смогла вас простить. Мария ему подвернулась тогда, когда он не знал, что я на белом свете есть. Это она моё забрала. Милая тема для беседы. Мать-убийца и дочь-распутница, сбежавшая с будущим родственником. Неправда, они не сбежали. А где они? Ты должна достать для меня маскарадный костюм. А разве вы не уезжаете? Я передумала. Только об этом никто не должен знать. Сегодня я отправляю её в Польшу незамедлительно. И с провожатым. Не волнуйся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Входите, входите, господин Жуковский. Как вы посмели? Здравствуйте, Василий Андреевич. Располагайтесь, будьте как дома. Граф Бенкендорф? Ага. Шеф жандармов Граф Бенкендорф пожаловал ко мне в гость без приглашения? Ирония тут неуместна, Василий Андреевич. Не думал, что когда-нибудь у достоинства такой чести, чем обязан. Я, Василий Андреевич, намерен спросить у вас о мадемуазель Калиновской. Я уже докладывал о ней, государю. Мне нечего к этому добавить. Ну, по всей видимости, государь не удовлетворен вашим докладом. Наконец-то. Я думала, тебя уже волки загрызли. Очень смешно. Ну, это не совсем то, что я хотела. Ну, да ладно. На вас не угодишь. Тебя никто не видел? Ни одна живая душа. Вот вам крест. Я с черного хода... Ладно, ладно, ступай. Ну, вот бестолковщина. Вот как. Госпожа Болотова собирается на бал? А как же отъезд в Польшу? Варвара, помоги. Ради Бога, помоги. Что такое, милая? Сядь, что ты? С ребеночком что? Жаль, Сычиху арестовали. Она бы мне точно смогла помочь. Говори толком, что случилось. Варвара, есть у тебя такие травы, чтобы... Ой, девка, что ты задумала? Не хочу я этого ребенка. Мне не жаль, что огонь, сакипевший в крови, Мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любви. Я все-таки тебя люблю. Душа моя, при имени вдвоем трепещет, Печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, создателя молю. Я за тебя, создателя молю. Я за тебя, создателя молю. Есть еще венецианки, ваше высочество. Прикажете принести? Не надо. Ступай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О чем вы думаете? У вас такое одухотворенное лицо? Это мой сюрприз для Владимира. Вы хотите, чтобы Владимир надел дамское платье? Ну что вы, разве можно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Могу я довериться вам? Вполне. На самом деле, мой отъезд в Польшу только для двуза глаз. Я хотела проверить чувства Владимира ко мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и как? Проверили? Он так страдает, что я решила не ехать и тайком пробраться на балмаскарад. И что дальше? А там признаться ему в своих чувствах. Вы представляете, как он будет счастлив? Представляю. Обещайте никому не говорить о моей тайне. Вы, наверное, тоже любили. И должны понять меня. День добрый. Вы все-таки решили, мы едем на бал? Это маскарадный костюм? Я думаю о нашей свадьбе. Угу. Правда? А еще о предстоящем маскараде. Вот только одно меня печалит. Что? Вы же будете в маске. И я не увижу вашего прекрасного лица. Я могу быть в венецианской маске? О! И отводить ее чуть-чуть в сторону, когда вы будете приближаться ко мне. Делать книгсон. О! И говорить. Ваше Величество, я тут. Вот если бы и в жизни можно было снимать маску? Нет. Иногда маска может пригодить. Я расскажу вам одну сказку. Так. Очень-очень поучительно. Одна молодая принцесса сбежала из дворца. Одна? Без сопровождения? Что вы? Никакой охраны она не взяла. Только одела маску простолюдинки. Весьма опрометчиво с ее стороны. Она вошла в одну кондитерскую, увидела пирожные, которые любил один мальчик. попросила завернуть. Кондитер дал ей пирожные, но попросил денег. А денег у принцессы не было. Вот-вот мог бы случиться скандал. Но на помощь принцессе... Пришел прекрасный рыцарь? Нет, не рыцарь. А талантливая, красивая актриса. Она заплатила нужную сумму, и принцессу не посадили в тюрьму. В этой сказке хороший финал. Мари, это не сказка. Зачем вы сбежали из дворца? Если государь поручил вам присматривать за Калиновской, зачем вы пожаловали ко мне? Но ведь вы встречались с ней в имении Долгоруких, где она жила инкогнито. А вот после вашего отъезда Калиновская исчезла. И мои люди до сих пор не могут ее обнаружить. И вы решили, что я прячу ее здесь, в Зимнем дворце? Старая для таких проделок... Ну-ну-ну, Василий Андреевич. Для других-то проделок не старая. Вот вы прячете, например, журнал «Телескоп» с философическими письмами господина Чаадаева. Причем небрежно прячете. Не зря говорят, что у Бенкендорфа есть ключи от всех комодов империи. Хранить крамолу, Василий Андреевич, среди носовых платков. А крамолу ведь не насморк, болезнь опасная и даже смертельная. Тираж этого номера был весь изъят цензурой и уничтожен. А у вас он почему-то есть. Редактор был сослан в красивый северный городок Усть-Сысольск. А Чаадаева государь попросту объявил сумасшедшим. Мало запретить крамолу, нужно просто разобраться в причинах ее появления. Что вы имеете в виду? Господин Чаадаев, конечно, написал много непозволительного. Он решил, что Россия на много лет отстала от Европы. Вот. И этого достаточно, чтобы... Для того, чтобы понять, что еще ни один русский не ставил таких важных вопросов. Россия, Европа, православие, католичество. Василий Андреевич, не надо мне об этом рассказывать. Я ведь когда-то сам предложил Чаадаеву оправдаться перед государем. И он написал мне письмо, записку, которая, помнится, заканчивалась такими словами. А вас, генерал, прошу принять мои искренние... мои искренние уверения в моей признательности за то, что вы с такой отменной добротой изволили протянуть мне руку. Но согласитесь, Василий Андреевич, что для простого, благонамеренного человека чтение произведения Чаадаева опасно? М? Для человека государственного, близкого к престолу, просто неопонятно. Что вы хотите этим сказать? Я уже ознакомил цесаревича с содержанием Чаадаевского письма. Не горюй, ни ты первая, ни ты последняя. Не понимаешь, что Варвара? Он меня больше не любит и ребенка моего не полюбит. А без любви так лучше и не родиться на свет. А ты мать на что? Неужто ребеночка на ноги не поставишь? Да если он не полюбит, так и мне любить незачем. Твой дуреха ты какая! Избаловали тебя хозяева. Живешь, как у Христа за пазухой. Ты еще князя в мужья захотела. Знаешь свое место, девка? Спасибо тебе, утешила. Выгоды-то свои не понимаешь. Княгинюшки Елизавета Софьи почитают тебя, как родную. Князь Петр Михайлович тоже хороший человек. Неужто дадут пропасть ребеночку и воспитание хорошее дадут? Еще и манером обучат. Да на что? Холопу манеры. Вот заладила. Холоп да холоп. А сколько из холопов хороших, знаменитых людей выходило? Вон, Аннушку нашу возьми. Скоро будет играть в императорском театре. Твоими бы устами, Варвара. Пойду я. Ничем ты мне не можешь помочь. Ой, девка, не дури. Не дури. Потом локти кусать будешь, да поздно будет. Не дури, говорю тебе. Ой, господи. Как же вы могли? Революционные идеи во дворце. Мне придется сегодня же доложить об этом государю-императору. Вы угрожаете мне, Александр Христофорович? Помилуйте, Василий Андреевич. Как же я могу угрожать вам, любимому наставнику цесаревича? Ну вот, что я хочу вам сказать, Василий Андреевич. Я ведь не учу вас писать стихи, верно? Вот и вы, пожалуйста, не мешайте мне проводить расследование, которое поручил мне сам государь. К вам его сиятельство князь Андрей Долгорукий. Прости. Рад видеть вас, князь. Я, кажется, помешал? Ну что вы, что вы. Нет, конечно. Василий Андреевич так любит беседовать с молодыми людьми. Позвольте вас познакомить, граф Александр Христофорович Бенкендорф. Князь Андрей Петрович Долгорукий. Позвольте. Позвольте. приехали в праздник. Вы знаете. Ну, конечно. Конечно, знаю. Обстоятельства этого дела мне хорошо известны. Преступление вашего отца подпадает под мою юрисдикцию. Обычно я не поддерживаю подобное ходатайство, но готов выслушать ваше объяснение. Объясняйте. Одевайтесь, Елизавета Петровна. Мы можем упустить человека Забалуева. одевайтесь. Отчего же не поцеловали-то, Михаил Александрович? Не люблю пользоваться случаем. А случай-то как раз самый, что ни на есть подходящий. Здесь все думают, что мы муж и жена. Мы можем обмануть начальника станции, но только не самих себя. Вы до сих пор любите Владимира. А вы любите Анну. Честно говоря, я последние дни даже не могу о ней думать. А я избавилась от мыслей о Владимире. И все-таки грязная почтовая станция, плохая декорация для начала нового романа. вы романтик, Миша. Нет, просто очень нечасто встречаются романтики в нашем уезде. Он уезжает, а вы не одеты. Я пойду за лошадьми. нет, Владимир, я не еду на бал. Это мое театральное платье. Я должна его примерить и отвезти обратно. подумайте, Анна. Вас пригласил наследник. У меня нет времени на развлечение. Я должна репетировать. А вы пригласите лучше кого-нибудь другу. О чем вы говорили до моего прихода? Почему Анна опять расстроена? мне нет никакого дела до вашей Анны. Хватит обменять меня во всех смертных грехах. Успокойтесь наконец. Я успокоюсь. Я успокоюсь, когда закрою за вами дверцу кареты и скажу вам доведение, пани. Скоро это случится. Имейте терпение. Что вы собираетесь сделать с коробкой с платьем для Анны? Вот решила помочь. Бедняжка так устает. Может нанять вас в прислуги? Вы хам, Владимир. Деревенский неотесанный хам. Отдайте коробку. Не подумай. все, пани. Больше вы меня не обманете. Это было настоящее приключение. Хотела посмотреть, как живет русский народ. Посмотрели? Угу. А если бы вас забрали в участок, вы подумали о своей репутации? О том положении, в какое вы ставите императора и императрицу? А вы беспокойтесь обо мне и моей репутации или о себе и своих родителях? Я беспокоюсь обо всех. Мария, вы поступили крайне неосмотрительно. А если бы на моем месте была Ольга Калиновская, вы бы ее также отчитывали? Ольга Калиновская никогда не будет на вашем месте. Простите, простите. Просто вырвалась в полуспора. А как вы знали, что сказка обо мне? А я встретил вашу спасительницу. Не может быть. Анна воспитанница покойного барона Корфа отца моего старого приятеля. Владимир ваш друг? Какое совпадение. Анна рассказала мне вашу историю. она действительно приняла вас за простолюдинку. Значит, маска помогла. Я пригласил их с Владимиром на бал. Кроме того, узнав, что она хорошая певица, я поставил ей еще одно приглашение с просьбой выступить на балу. Мои год. Мария, что случилось? Мой обман обнаружится, и она обидится. Мария, как же она вас узнает? Вы же будете в маске. А в густейшем особом очень трудно заводить подругу. Мария, я прекрасно понимаю ваше желание жить обычной жизнью. Но вы должны понимать, что нас отличает. Мария, вы будущая российская императрица. И вы должны вести себя определенным образом. Хорошо. Я буду помнить. Ваше сиятельство? Письмо из дворца. Отдай мне. С какой стати? Должен вас разочаровать. Вашего имени Александр не упоминает. это приглашение для Анны. Наследник хочет, чтобы она пела на балу. Почему вы не сказали ему, что я здесь? Отведи-ка госпожу Болтову в ее комнату и не выпускай. Отвечаешь за нее головой. если мадам что-нибудь понадобится, позови Полину и приглядывай за обеими. Да это уж как водится, барин. Не скучайте, пани. Мой отец невиновен. Настоящий фальшивомонетчик господин Забалуев Андрей Платоныч, предводитель уездного дворянства. А у вас есть доказательства? Нет. Но у меня есть письма, доказывающие, что мой отец честный человек. Какие письма? От графа Киселева, министра государственных имуществ, и князя Голицына, московского генерал-губернатора. О, да. Ну, стоит ли князь вмешивать в это дело столь влиятельных людей? Нет. Неужели у вас нет соседей, честных и благородных людей, помещиков, готовых поручиться за вашего батюшку? Конечно, есть. Мой друг Владимир Корф, благороднейший человек, я только что от него. А он из каких Корфов? Из графов или из баронов? его отец барон Корф был героем войны 12-го года. Да, старика я знавал. Ну, и молодой тоже вроде чем-то уже успел отличиться. Погодите, а не он ли вызвал на дуэль наследника? Он отчаянный храбрец. А дуэль-то была из-за польской барышни, хорошо нам известной, Ольги Калиновской. Говорите, Корф сейчас в столице? Быстро! Он мог уже уехать. А не гостил ли у него кто-нибудь в последнее время? Не могу знать. Посмотрим. честь имею, господа. Татьяна! что-нибудь нужно, барышня? Да, я хотела поговорить с тобой. У тебя какое-то горе? Наши горести вам неведомы. И лучше бы вам их не знать. Ты все еще не простила мне порванную перчатку? Да что вы, пустое. Я когда разговаривала с тобой, у меня ощущение, что я в чем-то провинилась. Хочешь, я поговорю с Петром Михайловичем, и после свадьбы мы заберем тебя к себе. Будем жить в Петербурге. Я не обижу тебя ни словом, ни взглядом. Спасибо. Довольно. Ну, это никуда не годится. Разве так женщина переживает измену? А как она должна ее переживать? Дорогая моя, в каждой женщине где-то глубоко внутри сидит Медея. Вы слышали свадебный подарок? Огненный плащ? Вот именно. Я попробую еще раз. Довольно. На сегодня достаточно. Боюсь, что я не смогу вас рекомендовать для выступления на дворцовом балу. Подождите, Анна. давайте попробуем что-нибудь еще. Ты должна мне помочь выбраться отсюда. Я помогу. А барин меня выпарит да в Архангельск отправит. А я скажу барину, что ты воровка. Клевета? Я ничего не воровала. Мое украшение. Примерила только и всего. Знаю, я твое примерила. Я сейчас пойду и скажу все барину. Да что же это такое? Где же на свете справедливость? Справедливость она захотела. Вот бы мне на эту справедливость хоть глазком-то взглянуть. Лучше повеситься, чем у вас прислуга ходить. Хочешь избавиться от меня? Так скажи слуге, чтобы отошел куда-нибудь, отвлеки его, замани. Вот тогда-то я исчезну из этого дома навсегда. Если вы сбежите, то в первую очередь спросит с Трофима, а не с меня. Ну, а коли ты не выполнишь то, что я тебе сказала, ой, как пожалеешь. Ой, ой, что с тобой? Ногу подвернула Трофимушка, загоняла меня сама дурка, сосед жить хочет. Да уж, барыня сголана рано. Тоже мне царица нашлась, жду, не дождусь, когда она уедет. смотри, что ты наделал. прости. размажешь. Лучше постереги дверь, пойду переоденусь. вот ты где. Послушай, любезный, сегодня ночью человек мой у тебя не останавливался? Куда направлялся? Гулумов. Тут недалеко. Был такой, недавно уехал. лошадку не желаете сменить, сударь? Неравен, сейчас загоните. Не подохнет недалеко уж. А князь Рябнин, Рябнин, молодой такой, не заезжал сюда? Были, как же, с супругой. он разве женат? С ним была прелестная молодая особа, назвалась женой. Я им выдал отдельную комнату, недавно уехали, кажется, тоже в Гулумов. Спасибо, любезный. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Будем жить в Петербурге? Никто тебя не обидит. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Поехали. Поехали. Ваше Высочество. Князь Андрей, какими судьбами? Я был у Василия Андреевича. Князь, зачем нам делать вид, будто ничего не произошло? Мне бы не хотелось затрагивать известную тему. Я вполне доверяю своей невесте и на вас зла не держу. Вот и прекрасно. А вы во дворце по делам? Да. На мою семью в последнее время обрушилось множество несчастий. Я могу быть чем-нибудь полезен? Благодарю Вас, Ваше Высочество, но я уже заручился поддержкой Василия Андреевича и графа Бенкендорфа. Вот и прекрасно. Вы знаете, что барон Корф в столице? Да, разумеется. Я даже был у него дома. Значит, вы все знаете. А что именно? А Никите? Что, простите? Слуги Акорфа. А что с ним случилось? Дело в том, что его приняли из-за беглого холопа и забрали в участок. Да не беспокойтесь так, князь. Я уверен, что все будет благополучно. Но если потребуется мое вмешательство, то я готов. Благодарю Вас. Князь. Помогай Бог, баронья. Здравствуй, любезный. С какой весточкой пожаловал? Вот. Деньги вам привез. Воистину, милостив Господь. А то не знала, на что хлеба купить. Отогрейся, отдохни с дороги. Не, барыня, ехать надо. Сбалуев помогает сиром и убогим. Что-то тут не так. Нужно поскорее познакомиться с этой таинственной госпожой. Ну, пойдемте знакомиться. Ты немой или по-русски не понимаешь? Он со страху язык проглотил. Этот народ только розги разумеет. Имя свое помнишь? Трофим. Замечательно. Скажи-ка нам, Трофим, где твой барин? Уехал куда-то. Жаль, что уехал. Нам с ним есть о чем поговорить. А госпожа Калиновская дома? Я не знаю такую. А какую знаешь? Слышь, гостит здесь одна дама. Госпожа Болотова. Красиво придумала. Ну, веди нас к ней, голубчик. Веди. Очень хорошо. А теперь представьте, что вы Джульетта. Ну, покажите мне ее страстные поцелуи. Что вы делаете? Это не похоже на репетицию. Оставьте меня. Открывайте, мадемуазель Хеленовская. Ваш замысел раскрыт. Не сверните шею, сударыня. Проходите в дом, гости дорогие. Мы ненадолго. Нам нужно расспросить вас. Ну вот, за чашкой чая поговорим. Давно у нас гостей не было. А вот и Андрюша. Папенька, папенька, поехал! Папенька, 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 папенька. Папочка, 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 папочка! Субтитры создавал DimaTorzok